Субтитры делал DimaTorzok 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 Андрєв Олександр на досліді зараз обіграв Ковальцюка Диме Торзок Субтитры делал DimaTorzok Диме Торзок 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 И Костина делает рахунок. 8-4. Мячо в порожние ворота. Деби пить. В порожние ворота. Забивай. Зараз мав шанс на покер, але не скористался ним. Зараз треба забивати Полищук. Вячо-сити. Полищук. Відміно зараз проявив себя. И рахунок стоит 8-5. Три мячи. Три хоро. Мав шанс на покер, але не скористался ним. Зараз треба забивати Полищук. Результат на табло, и IBM Cloud сьогодні были сильнее. В любом случае мы дякуем вам кормку. Роман Ковальчук, представник команды IBM Cloud. Капитан сьогодні. 13 забитых мячей, много эмоций, голів. Что скажешь? Скажу, что победа, как по мне, заслуженная. Действительно, моментов создали нормально. Половизну из них реализовали. Спор хороший у нас сегодня. За счет этого, наверное, и сыграли. Чтобы так много фолів было в другом тайме, потому что порушило правила в дебюте другого тайма. У вас 5 фолів сами себе выгадали. Навіщо? Я согласен. Я увидел 7-ю минуту, 5 фолов, конечно, чуть затрепетало. Ну, не знаю. Если честно, это не были какие-то осознанные фоли. Так случайно где-то зацепили. Как по мне, то мы играли достаточно так. Во-первых, с точки зрения команды компактно. С точки зрения там, ну, особо не фолили, скажем так. Что у соперника скажешь сегодня? Потому что оно нашло вас на вас серьезно. Так, а сбір в них был непоганый. Но все-таки, что им не выстачило? Как вважаешь? Я не знаю. Может, они нас недооценили? Нет. Так я считаю, что игра была равная. Просто мы реализовали больше своих моментов. То есть у соперника также там много было моментов, когда и нас вратарь спасал. И там какого-то фарта немного было, и перекладина в них была. Ну, то есть тут, знаешь, реализация моментов сыграла свою. У вас сегодня был первый гравец в воротах. Когда вернется голкипер, когда уже в повном складе будет VM Cloud. Ну, он у нас, конечно, сейчас на травме. У него сломан палец. Ну, обещал через игру, через две уже быть. Поэтому будем. Тем более он увидел, что у него конкуренция достойная. Ребята в их сборную тура попадают. Поэтому, я думаю, скоро вернется. Мы вітаем вас, ждем за тиждень. Бажаем перемог. Спасибо. Спасибо соперник. Олександр Олянець, представник команды Old Boys. В принципе, непогано начали. Багато моментов. Что не вистачало для успеха сьогодні в вашем коллективу? Я вважаю, что игра была на рівнях. И команда треки лидеров. Тобто, сегодня, мне кажется, просто, если бы быть объективной, то было бы немного более конструктивно все-таки у команды соперника. Были они более спокойные. Были они более технические. Но все-таки хочу похвалить своих ребят. Все, что они могли, они сделали. А чего не вистачило у вас? Потому что у вас были изменения. Зазвичайно, регулярные изменения. Кто-то играл больше, кто-то играл меньше. Чому збился этот процесс? Потому что было где-то недоволение в футболисту. Мы это видели из-за стороны. Ну, это более тактический момент. Это, мабуть, больше до капитана команды все-таки питание. Но могу сказать, что сегодня у нас был не весь тот склад, который должен быть с самого начала. Можливо, это как-то сбило хлопцев. Роман Ковальчук сказал, что игра была на рівнях. В принципе, ты согласен с этим? Так, так. Я согласен абсолютно. Потому что хлопцы действительно сильные. Как мои хлопцы, так и Абм Клауд. Я очень рада, что мы в них не сыграли. Я очень ждала свой матч. Да. Как кореспондент своей команды, что ты порадишь Олдбойс после этой поразки? Я порадую больше проработать моменты, которые связаны с обороной. У нас очень сегодня постраждала оборона и защит, как у хвороб. Можливо, после победы на Дніпро М было занятосвяткувание, и поэтому сегодня не оценили Абм Клауд? Ни. Ни, потому что мы понимали, что мы выходим все-таки против команды, которая на рівне с нами идет, которая у тройки лидеров, как я уже сказала. То есть мы объективно оценивали соперника. Мы ждем вас за неделю и желаем успеху. Дякую. Дякую.